Доброго всем дня и в данную минуту вы смотрите телеканал Самарагис и в эфире программа Хочу домой. Тем зрителям, которые еще ни разу не видели наш проект, коротко поясню. Это программа о бродячих животных, о собаках и кошках, которые оказались на улице или родились под открытым небом и так и живут на улицах наших городов. В нашей передаче мы стараемся помочь, выдавая информацию о собаках и кошках и, кстати, других животных, которым нужен дом и, главное, порядочный и добрый хозяин. Итак, сегодня вы увидите, каким видом увлечения вы сможете заняться со своей собакой. И, кстати, опять говорим не только о породистых, хвостатых экземплярах, но и о метисах или беспородных псах. Сюжет «Лыжник и собака» или по-иномовски «Джоринг». Далее, как всегда, видео-визитки. Две собаки и две кошки, которым ищут новых владельцев. Самое главное – ответственных. И сегодня у нас в студии гости, члены правления общественной организации «Участие» Татьяна Новикова и Светлана Максимова. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну и так, чем занимается ваша организация и, самое главное, ну, с кем? С кем? Да. Собаки-кошки. Так, собаки-кошки. Как говорится, напрямую «Собаки-кошки» организация «Приют. Участие. Город Самара». На базе 300 собак, ну, плюс-минус, кошек 25-45. Извините, вот про кошечек, одна комнатка, конечно, не хватает территории для того, чтобы у них было более комфортное существование. Собак больше принять не можем. Это как бы как рассчитан приют, так рассчитан. То есть строить вольеры, расширяться – это кормовая база. Кормовая база увеличивается, ремонт увеличивается, все увеличивается. Ну, как говорится, нам бы справиться на данный момент с тем, что есть. Кто вам помогает? Кто нам помогает? Простые жители. В основном простые жители среднего достатка. Есть юридические организации, фирмы, но в основном это идет как бы ежегодно разовые акции, то есть приурочены к чему-то там, к новогодним праздникам или какая-то акция внутри организации. То есть в основном люди. Люди и одни и те же практически. То есть поэтому у нас, извиняюсь, финансы, то есть у нас есть определенное количество, если мы сегодня просим, супер-супер, дайте-дайте, сегодня много накидали, извиняюсь, завтра будет намного меньше. В среднем определенная сумма одна и та же. Поэтому мы исходим из нее, как говорится, знаем, сколько у нас должно быть, сколько будет. Ну, из этого исходим. Поэтому мы помогаем не так... Слушайте, ну 300 собак прокормить и еще плюс кошки довольно-таки сложно. Очень сложно. Это не только прокормить, это не только включается пища. То есть начиная с любой собаки, взрослая, это адаптационный период, то есть равно собака стрессует независимо, какая она с улицы или из дома, из диванчика, то есть теряет хозяина, теряется, которую не ищут, извиняюсь, попадая в количество, где очень много, где даже просто лают, где есть стаи определенные. Ну, один вольер – это своя стая. Кто-то вожак, кто-то не вожак, то есть нужно подстроиться под них. Ну, и мы, конечно, помогаем, смотрим, если не уживается, если на него кто-то имеет зуб, да, мы перемещаем собачку. Это очень сложно сделать, потому что вот если освободился в этом вольере место, а оно туда не подходит, приходится перемещать. Ну, а вот скажите, вот вопрос, а стоит ли брать собаку, которой иногда звонят люди, говорят, ой, вы знаете, здесь собака бедная, вот она там погибнет и так далее. На самом деле, я смотрю, она вышла в хорошем состоянии. Стоит ли такую собаку брать и сажать в приют? Я вот лично, мне, скорее, голодная свобода, чем. Ну, да. В основном сейчас приют, может быть, кто-то обижается. Мы берем тех собак, которых мы можем пристроить. То есть мы, ну, естественно, мы просим, пришлите фотографии, мы по-своему оцениваем. Не каждый человек сможет оценить. Ну, собачка и собачка, а да она хорошая, да смотрите, какая она замечательная. Да иногда лучше, чтобы она имела характер для того, чтобы, извините, если берут на будку, чтобы она лаяла, а не забивалась в угол от страха. Кто-то пришел чужой, а она, ой, мама дорогая, помогите. То есть бывают такие случаи. Сложно, когда щенки. Щенки – это, скажем, неизвестные космонавты, что из них вырастет. Поэтому им нужно уделять побольше времени социализировать поводки, то есть не говоря уже о здоровье. Слушай, ну, 300 собак социализировать или даже хотя бы даже третью часть – это невозможно. Поэтому 200 из них сидит на ПМЖ. Некоторым уже, вот присуществует 15, ну, 16 лет в этом году, 16 лет некоторым. Кто-то поступил с щеночком. Да. Ну, извините, ну, вот кормили-кормили ее 10 лет. Ну уж, да дожите. Ну, некоторые живут, то есть привыкают. И всю жизнь они провели в клетке, поэтому, да, действительно, это вопрос, лучше ли это свобода на улице, пусть там 5 лет, 10 лет, но, как говорится, ты свободен, тебя любят. Или же ты вот находишься в клетке, вот в замкнутом пространстве только со своими сородичами. Как бы мы не обеспечивали ихнюю жизнедеятельность, это все равно происходит в вольере. Да, мы с ними гуляем, но у нас есть дикие собаки, которые просто невозможно приучить их к поводку, которые просто находятся, вот открываем мы вольер, чтобы там убраться, и они у нас бегают, выгуливаются сами. Да, у нас есть такие собаки. То есть у нас больший процент собак именно вот таких несоциализированных. Ну, вот у меня вопрос. Сейчас модно говорить о волонтерском движении. Волонтерское движение, я так смотрю по соцсетям, ну, какие-то волонтеры действительно как-то помогают, а какие-то, наверное, мне кажется, просто вот делают какой-то слив информации, причем провокационный слив информации, они считают себя волонтерами. Вот как, на ваш взгляд? Некоторые волонтеры приезжают из движения, ну, в основном это разово. Вот мы сегодня дедушкам помогли, завтра детишкам поможем, сегодня мы вам. Они не понимают, что такое приют вообще. То есть, начиная с внешнего вида, то есть мы все красивые хотим быть на камеру, мы хорошо хотим фотографироваться, хотя, изначально говорю, если вы хотите общаться с животными, если хотите погулять, хотя гулять, ну, иногда сложно, когда снега полно, как бы не утонуть вместе с собакой в этом снегу, не понимают и начинают визжать, кричать, ой, берите собаку. То есть, в какой-то... Это волонтеры? Ну, волонтеры, которые вот движения, как вы говорите, движения, молодежные движения, да. Молодежные движения. Вот из всей большой, извиняюсь, вот, ну, молодежные движения не буду называть, их очень много, но все они как бы молодежные, не бывает у нас пенсионерного. Ну, то есть, в смысле, они волонтеры просто так на словах, наверное, да? Да, нужно двигать, нужно двигать эту, да, волонтерство – это хорошо, но даже они не понимают, что волонтерство – это бесплатно. Когда они спрашивают, а сколько вы получаете? Когда показываешь, как, извиняюсь, колоть какашки в вольерах, как нужно заходить в вольер, как нужно уходить из вольера. То есть волонтер – это который не боится грязи, волонтер, который готов ко всему, и волонтер, который должен слышать и слушать, что тебе объясняют, потому что техника безопасности та же самая, собака собаки рознь. Ну, да, повернулся спиной, пошел, и собака тебя укусит. Да даже не укусила, она просто выбежала, там приоткрыли дверь, туда выбежала, и потом ты на улице будешь ее, извиняюсь, полдня ловить. А вот были такие случаи, когда собаки выскакивали, убегали, и потом они прибегали, или вы их ловили? Было один случай, тем более убежала. Далее, ну, волонтер пришла, как бы, да, все хорошо, можно, вот я с трехлапочкой погуляю, ну, вроде беда, несчастная, ну, гуляйте. Ну, как-то получилось так, что вот ты вывернулся из ошейника, потому что собаку нужно видеть, слышать и уметь правильно обращаться. То есть как бы, если поводок-то сверху, он, конечно, раз и выдернется. Если как бы, мы уже знаем вот эти моменты все. Ну, да, да, да. Ну, мы тут в попыхах, быстрее, быстрее, может быть, не затянут, а шейник до конца был так, чтобы он, ну, в общем, собачка выбежала. И собачка начала бегать. Мы пять часов бегали за ней по лесу у нас там на Грозенской, скажем, есть лесок, который, знаете, зашел и не вышел. Если вы берете собаку, вы должны понимать, что вам придется ее выгуливать. И для собаки большей радостью будет, если она на прогулке сможет поиграть не только с другими собаками, но и со своим владельцем. И не только поиграть, есть немало увлечений для собак. Итак, давайте посмотрим сюжет. Заниматься скейджориком, по сути дела, может любой человек, хотя бы хоть раз стоявший на беговых лыжах. Всего лишь навсего нужно взять собаку, помощника, который будет звать ее к себе и вперед на лыжню от простого элемента, переходя к сложному, от малых скоростей к большим спортивным победам. Самое главное не откладывать на потом или настраивать себя. Вот-вот, в следующие выходные и начну. Вечером сказал, утром сделал. Примерно так получилось у Екатерины Авраменко. С юности занималась лыжным спортом. Не хотела бросать, а здесь подвернулся случай. Однажды друзья позвали на соревнования. Сказали, что в Самаре проводят соревнования на собаках. Я первый раз услышала об этом. Соревнования проходили на лыжной базе. На знакомой мне мы приехали, посмотрели. И все, это была любовь с первого взгляда. Загорелась идеей самой поучаствовать когда-нибудь. И в скором времени, года через два, наверное, нет, не в скором получается, купили собаку Бигль. Собаку купили в соотношении с размерами небольшой квартиры. Необычно было, что собака-то не беговая, а всего лишь невысокий, маленький Бигль. По сравнению с модными тогда хаски и маламутами. И через примерно 10 тренировок собака поняла, куда бежать. Наверное, мне повезло с собакой. И мне было довольно-таки, даже скажу, легко это сделать. Собака очень была энергичная. Но она, в общем-то, и сейчас такой остается. Она с первых тренировок бежала во все стороны, тянула. Мне оставалось только направить в нужное русло, приучить командам. И, в общем-то, мы уже через несколько месяцев уступали на своих первых соревнованиях и заняли второе место по скиджорингу с Биглем. Все нагрузки на собаку, да и на человека, нужно давать постепенно с растающей интенсивностью. Нельзя резко начинать и также резко заканчивать. Самое главное на лыжне, в скиджоринге, это мастерство управлять собакой. А собака должна хорошо знать определенные команды и в какой-то степени быть талантливой. Бывают собаки очень понятливые, талантливые и, в общем-то, быстро схватывают на лету все, все команды, тогда довольно-таки несложно. Команды все примитивные, вперед, лево, право, стоп. В общем-то, больше ничего не нужно. Но бывают собаки как бы себе на уме, со своим мнением. И тогда вот, особенно северных ездовых это касается в первую очередь, тогда нужно терпение и больше времени им уделять командам, обучению, чтобы они именно слушались хозяину. Шесть лет бегала с беглем, потом и решила взять более скоростных собак, необычных для наших широт и мало знакомых простому собаководу, обывателю. Это метис ездовой. Порода неофициальная, просто именно для рабочих целей выведены метисные линии. Это одна из представительниц. А чем они? Ну, вообще, у нас же много дворняг на улице. А можно любую дворнягу взять и побежать с ней? Да, можно любую дворнягу взять и побежать, смотря какие цели преследуются. Если заниматься свое удовольствие, то можно, в общем-то, с любой собачкой, хоть с той интерьером бегать, получать удовольствие. Если речь заходит о результатах уже серьезных, то тогда нужны собаки серьезные, скоростные, талантливые, ну и так далее. Можно ли вот все-таки ваших собак, может, какое-то спортивное движение создать именно из бродячих собак, из собак, которые у вас в приюте, и реально учить там скиджорингу, там, на лыжах, там, и так далее? Если заниматься со щенка, ну, с четырех месяцев, чтобы она вас слышала, видела... Ну, не обязательно ли бывает, что собаки, которые и в 8, и в 10 месяцев уже хорошо понимают, уже? Если с детства она находится непосредственно с человеком, а где она растет в вольере, сложновато. И опять-таки говорю, не каждый, кто берет собаку с приюта, готов набрать телефон дрессировщика, кинолога, который просто объяснит, как с собакой обращаться, как с собакой общаться. Ну, вы-то говорите хоть как-нибудь, что да, вы знаете, надо... Вы знаете, во время передачи, ну, животное, во время выбора, это люди... Ах, жалко. Как бы, нет, как бы ни говорил, люди все равно мимо ушей, они не улавливают это. Вот когда они сталкиваются с проблемой, они начинают писать. Вы знаете, а у нас вот так-то, 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 так-то. Хотя это мы проговаривали, люди не услышали. Когда говорим, вы знаете, вот эта собака, у нее есть такая особенность, вам будет сложно вот из-за этого, вы обратите внимание, нужно делать так-то, так-то, для того, чтобы, ну, извиняюсь, на шею не села собачка. Потому что будет определяться, кто вы, лидер, собака, если крупная, то физически это не справится. Нужен еще эмоционально сильный человек для того, чтобы, как бы, как сказал, так и будет. По возрастной категории люди какие берут собак? Ну, в основном, конечно, берут у нас, как сейчас модно, молодежь хочет взять, там, из жалости, вот, щеночек, фотографироваться, все это красиво, хорошо. Но потом возникают у них проблемы, потому что щеночек – это тот же маленький ребенок, которым нужно заниматься. Но ведь послушайте, допустим, во многих, во многих европейских, вот я где был там в Италии, в Австрии, да, во многих европейских вот этих приютах, там, в основном, все говорят, что берите собаку уже потрученную. Готовую, конечно. Да, уже понятно, что они говорят. Мы тоже об этом хотят посюсюкаться. Когда они маленькие, мимишные, конечно, они такие-то вот детки, но когда ты этого ребеночка приносишь домой, и начинаются проблемы, то есть ребеночек же, он там в туалет не вовремя ходит, его нужно кормить, он там скулит, требует ласки, внимания. Это большой, большой очень труд воспитания вот этого маленького щеночка. А когда люди приходят и говорят, вот возьмите готовая собака, там, она дружит с детьми, то есть она очень ласковая там со своими сородичами, там, с кошками, то есть уже готовая, привыученная к выгулу, люди не готовы наслышать, они хотят вот этих маленьких мимишных. Но в основном, когда молодежь берет, то есть мы же отслеживаем судьбу дальнейшую, как складываются у них взаимоотношения, какое воспитание там собачка получает. И, конечно, в основном молодежь просто через какой-то период времени возвращает нам. Есть ли сезонный спрос на собак? Ну, мы уже думали об этом. Сезонного нет. Практически одинаково. Да. То есть вот неделю не берут, выходные приезжают, троих забирают. А так, чтобы, например, зима, весна, лето, осень, нет, никак не взаимоотношения. А какие собаки? У меня вчера звонил знакомый и говорит, мне нужна небольшая собачка, потому что я, говорит, уже, ну, мне я уже в возрасте, перевалил в возрасте 50, и мне нужна собака. Я говорю, ну, слушай, ну тогда давай, наверное, маленькую возьми собачку. Есть у вас такие собаки? Есть. Очень пользуются спросом, и они менее проблемные, потому что, когда берут квартиру, мы хотим маленькую, но под словом маленькой подразумевается, кто-то хочет чихуа, извиняюсь, там, 4 килограмма, а кто-то готов до 15 килограмм. Вот я, например, ну, под себя, если бы я взяла собаку, потому что у меня уже есть собаки, то я беру собак те, которые мне под силу. То есть случилось что-то с собакой, я могу ее поднять физически, погрузить лежачую, ну, то есть без сознания. Так же и тут, как бы, если в лифт не заходит, приподнять, чтобы это не было такое вот. Потому что слишком маленькая собачка, ну, это, знаете, как это еще одна дамская сумочка, если с ней нужно и туда, и сюда. Это более такое вот, вокруг него трясешься, лишь бы с ним что-то не случилось. Выходишь на улицу, ходишь к собачникам, а она от собак трясется, потому что ей страшно. То есть нужно понимать, для чего тебе собака нужна. То ли ты должен выгуливаться, общаться с людьми, с другими собачниками, либо ты должен для души, которая вот она у тебя будет вот здесь вот рядышком, и все будет хорошо, и спать с тобой на подушечке. Вот у меня сейчас информация есть. За последний месяц в нескольких регионах вводится положение об обязательном чипировании собак и кошек. Это Приморский край, это, по-моему, Омск, Томск, и еще несколько регионов страны. И пойдут чипировать своих питомцев порядочные и ответственные люди. А что делать с теми, кто, скажем так, наплевательски относится, вот даже просто к информации, что надо собаку чипировать, что надо с ней выгуливать и так далее? Как до них донести информацию? Ну, во-первых, я считаю, что чипирование, это должно быть все-таки бесплатное, и чипировать не только собачек, наверное, нужно, и все-таки кошечек, потому что, как открываешь интернет по осени, то там пропала кошечка на даче, здесь там подкинули. То есть это все должно отслеживаться, и, конечно, что это должно быть бесплатно. Хорошо. Ладно, пойдут люди со своими собаками, те, которые живут дома. Ну, знаете, значит, нужно доносить информацию и кнутом, и пряникам. Хорошо, а брожячих как ловить? Брожячих, ну, для этого у нас существует служба городская, у нас программа ОСВВ замечательная сейчас работает. Но это не же ловится очками, это же старый способ, а как же догонять? Ну, не разрешено стрелять. Не разрешено. Может, еще какой-то способ есть? Может быть, для этого, наверное, вот и создана служба по отлову, и они занимаются, думаю, все-таки, они специалисты, наверное, поэтому... Это более, как бы, стрелять более дорогостоящие, и не каждый попадет и в зимний период, извините, стрельнул, через 20 минут она от шока, стресса или попала под машины, или спряталась, извиняюсь, если в поле куда-то, где она может, извиняюсь, замерзнуть. Спасибо. Итак, одна из наших важных рубрик нашей программы «Хочу домой» – это видео-визитки. Обращаю внимание, что мы делаем эти визитки, проверяя собак на социальную безопасность, ну, в основном. Также, если кому-то понравилась кошка или собака, и вы не успели записать номер телефона, не переживайте, все наши программы выкладываются в первые же сутки в соцсети и на сайт нашего телеканала «Самара ГИС». Итак, смотрим видео-визитки и выбирайте себе собаку. Коту черного цвета по кличке «Лексус» нужен новый дом и хороший хозяин. Пару месяцев назад этого красавца подкинули в один из подъездов жилого дома в районе улицы Грозненской. Наткнулись на него волонтеры приюта и забрали к себе. Назвали его «Лексус». Первую неделю котенок боялся подходить к волонтерам приюта, но постепенно освоился, перестал бояться людей. Конфликтов со своими стороничами замечены не были. Знаете, вообще проблем нет. Вот он, как видите, сидит на руках довольно-таки долго и все время мурлычет, если слышно. «Лексус» он замечательный мальчик. Внимание черному коту «Лексус»! Нужен свой дом и новый добрый и порядочный владелец. Обращаться по телефону 8-939-717-09-11. Молодой игривый непоседа подбросили под ворота приюта в возрасте примерно трех месяцев. Волонтеры дали кличку Иван и определили жить пока в небольшую клетку. Чтобы присмотреться к его характеру, периодически выпускают контактировать со старшими собратьями под присмотром волонтера. Подростков мы все-таки стараемся держать отдельно и надеемся, конечно же, что их быстрее заберут в первую очередь. Ну, потому что среди взрослых кошек не место малышам. А обычно чаще все-таки идеальный. Он очень игривый и любвеобильный парень. Вот. Охотно идет на ручки. Прям просто вообще чудо-котик, мечта. Этому котенку по кличке Иван нужен свой дом. Хороший, добрый и ответственный владелец. Ему сейчас примерно пять месяцев, и он готов уйти из приюта. Обращаться по телефону 8-939-717-09-11. Эту собаку нашли более года назад во время крепких морозов в Куйбышевском районе в состоянии вынашивания щенков. Активисты прикормили ее и затем пристроили в приют. Родились щенки, которых удачно пристроили в надежные руки благодаря жителям Куйбышевского района. И хотелось бы, чтобы Пальмочка тоже нашла свою семью, потому что она очень добрая, ласковая, социализированная. Ей примерно два года. И жители Куйбышевского района, и приют у нашего участия волонтера мы все переживаем за нее. Собака, приученная к выгулу, то есть она может проживать у нас и в квартире, и в семье. Ну, в общем-то, очень ласковая, дружит со всеми своими сородичами, с кошками, с собаками. Обратите внимание на эту собаку по кличке Пальма. Она готова уйти из приюта прямо сейчас в свою новую и добрую семью. Обращаться по телефону 8-939-717-09-11. Продолжение следует... Волонтеры приюта участия пристраивают собаку по кличке Веста. Надеются найти ей нового ответственного владельца. Желательно проживание в квартире, но можно и в теплой будке во дворе. Собака, приучена к выгулу, стерилизована. Ей примерно два года. В общем-то, она социализированная, не пугливая. То есть, ну, она где-то тоже осторожная. Она, так сказать, на храпом не обладает. То есть, на других собак она не нападает. В общем-то, больше добродушная, конечно, она. Весточка. Веста. Вот такая бусинка. Да, любит очень игры веселые. Вот, может с мячиком бегать, играть. Поэтому можно ее пристроить в семью с детьми. Она будет тоже компаньоном достаточно хорошим. Поэтому приучена к выгулу, хорошо гуляет на поводке. Обратите внимание на эту собаку. Если вам нужен компаньон в прогулках и просто друг, возьмите из приюта собаку по кличке Веста. Обращаться по телефону 8 939 717 09 11. Как часто у вас появляются помощники новые? Не часто. Очень редко. То есть, в основном в приюте вот уже сложился на протяжении там вот последних 3-4 лет. Этот основной костяк – это вот 7 волонтеров, которые ездят туда периодически, практически там. Каждые выходные проводят свои. Кто-то после работы приезжает помогать. Конечно, приюту очень тяжело. Да, приезжают детские сады и школы. То есть, воспитатели, учителя проводят все-таки работу у нас разъяснительную с детьми. И все-таки я считаю, что это должно быть, наверное, может какой-то социальный проект по вот доброму отношению к животным. Может быть, это какие-то баннеры должны быть. Возьми друга из приюта, потому что даже наш приют мы вынуждены просто отказывать. Действительно, вот там маленьким собачкам, как бы мы их не хотели взять, нам просто их сажать некуда. Очень важный вопрос у меня. Все-таки нужны ли штрафы? Нужны ли ответственности? И вот сейчас очень прям все это муссируется, этот вопрос обсуждается. Конечно, нужна, потому что даже в том же отлове очень много социализированных домашних собак, которые там живут на базах. Слушайте, ну как много? Ну, я вот смотрю по отлову, не так много-то на самом деле этих собак? Много, много. Мы тоже бываем в отловах. Ведь породистых собак обычно всегда куда-то пытаются пристроить. Мы не говорим про породистых. Мы сейчас ведем речь вот о беспородных. И в основной массе все-таки беспородных их больше. И, конечно, есть, которые живут там на лодочных станциях, на базах на каких-то. Но если ты завел это животное, пусть оно у тебя живет на конуре. Ну, значит, ты чипируй, неси за него ответственность. А не так, что ты ее спустил, вот она у тебя бегает. И в любой момент, да, это моя собачка, она пропала. А когда ходит до какой-то ответственности, нет, это не моя. Ну, такого не должно быть. Может быть, как-то все-таки составит реестр владельцев, которые живут в частном секторе, у которых вот эти... Тем более частный сектор. У нас и в городе очень много частного сектора. Конечно, и очень много самовыбульных собак, которых не должно быть. Вообще не должно быть на улице самовыбульных собак. Если хозяин завел, значит, неси за него ответственность. А что бы вы сделали в плане контроля за бродячими собаками, или даже не за бродячими собаками, а тех, которых берут домой, и вот люди, старушки, бабушки, дедушки, что бы вы, какие меры вы бы приняли бы? Ну, во-первых, выгуливать надо на поводке. У нас есть уже такой закон. Это во-первых. Во-вторых, если он у тебя на поводке... Ну, они же не знают же эти бабушки, дедушки. Поэтому есть социальная реклама. Если что-то мы принимаем, мы все время по первому каналу, по второму каналу и во всех остальных прекрасно все слышим, что у нас принял государство такой-то закон. Почему это не огласить? Бабушки все это услышат, все это узнают. Штрафы? Штрафы есть. Собака, кошка – это имущество. Ну, если так вот по закону подходить, мы покупаем машину, наше имущество, если мы нарушаем... Если мы сейчас введем вот эти самые жесткие правила, жесткие штрафы, то тогда люди начнут выбрасывать собак из дома, те, которые не могут заплатить те же самые 500 рублей старушки, дедушки. А зачем платить? Государство должно обеспечить бесплатную стерилизацию, кастрацию и чипирование. Государство дает. Не хочешь по государству бесплатно от государства убрать, тогда плати штраф. То есть бабушки, когда возьмите, а мы увидели там кошечку, а тут вот выкинули, они могут набрать телефон? Могут. По акциям бегут, где что продается, бегут. Как пенсию повысили, все слышат и все уже подсчитывают, сколько получили. Между друг другом общий вопрос могут обсуждать? Могут обсуждать. Поднимите на контроль. Может быть, это даже администрации, какие-то старшие по микрорайонам должны доводить информацию. То есть ввели такой-то закон. Перепись населения была, все пересчитывали, пересчитывали. Почему такую же перепись по животным, по собственным животным? Дорого, дорого. А что дороже? На отлов, бюджетные деньги какие тратятся на детей, когда там тоже собаки кидаются. Разные случаи бывают. Бывает много лживой информации, то есть бывают действительно факты подтвержденные, но этого не должно быть, и не должно самовыугольных собак быть. А потом же, понимаете, даже то же самое чипирование, оно защищает самого владельца. Это уже от него никуда не денешься. Большое спасибо за вот такой хороший разговор. Было очень приятно вас послушать. И самое главное, в общем-то информативное самое главное. А время к финалу. Наша программа завершилась. Спасибо за интересную беседу. Думаю, что мы еще не раз встретимся в этом году и в этой студии. Ну, а я обращаюсь к вам. Прежде чем взять собаку или кошку, подумайте, сможете ли вы дать им любовь, ласку и нормальные условия жизни. Ну, по крайней мере, не полуголодное содержание. А мы говорим до свидания. Всем пока. Вы смотрели программу «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС». ПОДПИССКОМОБИЛЬНЫЕ СМЕХ ПОДПИССКОМОБИЛЬНЫЕ СМЕХ